Всем привет, мои дорогие. Под сегодняшний стиль ролика, под тематику, под мой образ мне не захотелось вообще никак ставить корзину с сухоцветами, вот эту вот няшную розового цвета, и поэтому одинокая черная кошка, да, статуэтка в виде кошки, она будет разбавлять наш сегодняшний интерьер, наш сегодняшний ролик. И у нас сегодня классный ролик, он атмосферный, и он очень удачно совпадает с тем днем, когда он выйдет. Аромат, который будет фигурировать в сегодняшнем видео, гвоздь программы, можно так сказать, из-за чего вообще в принципе случилось это видео, он у меня воспринимается как праздничный, как помпезный. Мне не терпится вам о нем рассказать, и вот видео, оно скорее всего выйдет в воскресенье, оно выйдет на Пасху, и Пасха для меня это один из самых любимых праздников, и естественно, конечно же, я буду в этом аромате, потому что он вот сам по себе, по своему настроению, он такой. И немножко я отступлю от темы, Пасха это тот праздник, который наша семья чтит и уважает вообще из поколения в поколение на протяжении очень долгих лет. И у меня связаны лишь только самые хорошие и положительные эмоции с Пасхой, потому что когда я была маленькой, когда я была повзрослее, мы каждый год собирались всей нашей семьей и ходили к бабушке с дедушкой в гости. Сидели за столом, бабушка делала огромный стол, она вкладывала в это всю свою душу, и в нашей семье Пасха никогда не воспринималась как повод напиться, упиться в слюне и т.д. и т.п. Нет, никогда я не припомнила ни на одном из застолья, хотя я застолья, если честно, очень не люблю, никогда никто не напивался, не творил какую-то дичь, потому что Пасха это в первую очередь праздник души, это радость в душе, это тепло, это свет в душе. Я так считала, я так буду считать, поэтому мне кажется, что этот ролик очень удачно выйдет вот именно в... что он получился вот именно в атмосфере праздника и в атмосфере Пасхи. Поэтому всех тех, кто чтит и уважает этот праздник так же, как и я, я, конечно же, поздравляю со светлой Пасхой. Напоминаю вам о том, что у меня есть еще помимо YouTube канал в Телеграме, переходите, подписывайтесь, он, конечно же, про парфюмерию, ну и не только. Все ссылки, они всегда есть в описании под видео, а также я их дублирую в закрепленном комментарии. Тема нашего, да, с вами сегодняшнего ролика, собственно говоря, зачем мы с вами здесь сегодня собрались, я вам уже обмолвилась, потому что аромат вот самый главный, про который я вам хочу рассказать, это, конечно, очень круто. И вообще вот все те парфюмы, когда я снимаю такие ролики, это значит, что во мне бушуют прям какие-то нереальные эмоции, действительно те парфюмы, которые вот я попробовала, и они оказались одними из лучших за последнее время. И у меня вот так вот продолжается вот эта вот череда, что я заказываю какие-то ароматы вслепую, что-то пробую, мне очень нравится, это продолжается последние два месяца, то есть максимально удачно. Не знаю, будет ли это также удачно продолжаться, поживем-увидим, но вот пока все вот три парфюмы, про которые я вам сегодня расскажу, я их могу только похвалить. Все ссылки я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Какие-то ароматы будут на рандеву, каких-то нет на рандеву, какие-то будут с сайта парфюм Престиж, но я, конечно же, об этом, обо всем проговорю. И если вы вдруг будете совершать заказ на сайте рандеву, то не забывайте, что у меня есть там специальный промокод на скидку 10%, 10Ангелина. Естественно, начнем мы с вами с моей новинки, это аромат от бренда Argos, это достаточно редкий бренд, и парфюм называется Triumph of Bacchus, Triumph Bacchus. Аромат посвящен, если я не ошибаюсь, если я все правильно прочитала, Богу виноделия, это праздник, это пьянки, это гулянки. Короче, это реально так. Вся вот эта вот атмосфера, все настроение, которое в нем хотели передать, оно в нем действительно чувствуется. У него потрясающее просто оформление. Вот эта вот коробка, которая на магнитине, что ж мы сегодня все падает из рук, она лежала вот в этой коробке, то есть такая красочная, яркая. И флакон сам, это просто произведение искусства. Здесь, конечно же, бархатная подложка, все как надо. Здесь название, здесь прописаны ноты. Сам флакон, это просто что-то нечто, это что-то на богатом, это что-то нереальное. У меня объем 30 мл, увы и ах, потому что сотки редко встретишь, но это вообще на самом деле безумно редкий бренд. И вот это вот исполнение, то есть да, все золотые вставки, крышка, она очень увесистая. Сам флакон, хоть и 30 мл, он тоже очень увесистый. И мне уже все, мне уже надо сотку. Я уже очень сильно хочу себе 100 мл, потому что, ну, честно говоря, 30 мл, которые у меня, это ни о чем. Я чувствую, что они очень быстро уйдут, они очень быстро израсходуются. И что я хочу сказать, что качество ингредиентов, которые есть в парфюме, они сразу же чувствуются при распылении. Вот он ко мне приехал, он не постоял с дороги, вообще я ему нисколько не дала отдохнуть. Я его на себя распылила, и уже, уже это было просто роскошно. Самое первое, что я хочу сказать, и что я хочу отметить, что этот аромат Triumph of Bacchus, он вообще не похож на Mancera Red Tobacco, с которым его сравнивают на фрагрантике. Все, что пишут на фрагрантике, на мой взгляд, это полнейшая фигня. И называть их взаимозаменяемыми, ну, это как-то не камильфо. Скорее у них, скорее у них одно направление. Но когда ты параллельно, у меня есть сэмпл Mancera Red Tobacco, неносибельный абсолютно от слова совсем для меня аромат, когда их параллельно тестишь, ты понимаешь, что, ну, как бы они разные, что Mancera Red Tobacco здесь как бы и рядом не стоял. Не в обиду, да, дома Mancera, просто это не мой бренд, это не мои ароматы. И кому чего-то не хватает, кому не хватает в Mancera дороговизны, кто считает его очень плосковатым, кто считает его орущим. Попробуйте, триумфу в баху. Да, направление у них одно, но все-таки раскрытие у них отличается. Это аромат про сладость, про алкогольность, про дорогущий табак. Причем вначале эта сладость, она фруктовая. Здесь белый персик, здесь зеленое, сочное, абсолютно не химозное яблоко. И пары алкоголя они прямо бьют в нос. Потом он сгущается, он теплеет, появляется ваниль. Но эта сладость, она не плоская, то есть она как будто бы смягчатую, навешивает всю эту композицию. И дорогой табак плюс остринка пачули. И что мне очень нравится, это то, что алкоголь, вот этот вот просто бесподобный алкогольный акцент, он присутствует на протяжении звучания всего аромата. То есть он от и до сладкий, алкогольный и фруктовый. И в нем нет зубодробительности, которая присуща дома Mancera. Он не орет, он вот знаете, очень элегантный, но при этом, вот Triumph of Bacchus, при этом он заявляет о себе. И скорее, вот по моим ассоциациям, он даже ближе к аромату Apple бренди Killian, который тоже безумно качественно и красиво сделан. То есть чувствуется, что это высокая, шикарная, дорогая парфюмерия. Так и здесь. Не могу не отметить стойкости шлейфа, естественно. Это просто, это выше всяких похвал. Это тот случай, у меня сейчас муж активно юзает Triumph of Bacchus. Это тот случай, когда носитель аромата ушел, а шлейф, запах, он остался витать в воздухе. Причем он витает в воздухе достаточно долго. Поэтому с этим ароматом важна дозировка 1-2 пшика, и он точно будет сидеть на вас целый день. И он будет очень прилично шлейфить. Короче, подводя итог про этот аромат, это реально аромат праздник. Аромат веселья, аромат чего-то беззаботного. Ну, знаете, это дорогое веселье, потому что, во-первых, цена аромата, да, она не маленькая. А во-вторых, то, как я уже сказала, как сделан этот аромат, как он собран. И его не хочется наносить под ходе, под какой-нибудь спортивный костюм. Нет, ему хочется соответствовать. Это вот именно он у меня рисуется. Почему-то Пасха надеет на себя что-то новое, как говорила моя бабушка, Царствие Небесное, что на Пасху нужно обязательно покупать себе что-то новое. Новое платье сходи купи, новый костюм сходи купи. И бабушка у меня вообще была золотая женщина. И я, кстати, придерживаюсь до сих пор этого правила. То есть Пасху я всегда встречаю в чем-то новом. У меня какой-нибудь новый костюм, как она говорила, у меня какое-нибудь новое платье. Вот так вот, вот так вот у меня это заикарилось. И вот под что-то новое, естественно, да, нанести этот аромат. Но это круто. Это действительно то, что однозначно для любителей алкогольного сладкого направления это заслуживает вашего внимания. Дальше аромат, который у меня в небольшом сэмпле, это аромат от бренда Боха Бока. И называется он Eternal Lily Amber. Тоже шикарно. Про лилию на богатом. Это что-то на богатом. Причем я взяла на обзоры, на то, чтобы изучать все ароматы бренда Боха Бока. Соскребла их по всем сайтам, чтобы у меня была полная картина вообще об этом бренде. И в первых рядах я хочу выделить для себя именно этот аромат. И о нем первым мне захотелось рассказать вам. У него жидкость вот такого интересного сине-зеленого цвета, поэтому вот на такие вещи белые. Белую футболку, как у меня, его лучше не распылять. Аромат, как я уже сказала, про богатую лилию. Это яркая, влажная лилия с сочным зеленым яблоком. И как таковой сильной-то сладости в нем на моей коже и нет. Да, здесь есть ваниль, но ваниль, она как будто бы смягчает звучание. Она делает его более округлым. Плюс такая небольшая остринка почули. И жасмин, здесь еще заявленный жасмин, я здесь практически вообще не ощущаю. Это именно ода лилии и именно ода фруктовой, вот этой вот фруктовой кислинки, кислинка яблока. Он свежий, он очень влажный. Он именно влажный, он прохладный. Даже, наверное, больше свежесладким я его назову. Но как здесь передано звучание вот этой влаги, озоновость лилии вот этой. Это просто феноменально. И ближе к базе на моей коже еще выходит остринка почули. То есть он уже не становится таким сильно цветочно-фруктовым. Ну, почули, они делают свое дело, они вносят свой характер. Такая небольшая изюминка. Чуть более пряным может он становится, чуть более глубоким. Но интересно, интересно. И я еще тоже не могу не сказать про его стойкости шлейфа. У него стойкость весь день и у него слышимый шлейф. То есть он сидит как прибитый. Интересно, интересно на тему лилии. Кто любит, однозначно присмотритесь. И на фрагрантике видела, что его сравнивают с Баоди Чея, Блю Сапфир. Но я не пробовала Баоди Чея, Блю Сапфир. Ничего не могу сказать. Но опять-таки верить отзывам на фрагрантике, верить сравнениям, ну, это такое себе. Поэтому лучше, как я говорю, обычно, да, все пробовать своим носом. Но этот аромат, я тестировала и другие, и из бренда Боха Боха. Я не могу сказать, что прям все такое, ах, закачаешься. Нет. Но это мне очень понравилось, и это я очень хвалю. Ну и третий, заключительный аромат, сегодня тоже быстрый, емкий выпуск. И это мой второй аромат от бренда Чининера, моя новинка. И мой первый аромат, такой полноценный, полноразмерный, на тему ириса и на тему нежности. Я не особо жалую пудровые ирисовые ароматы. Именно в больших объемах пробников, сэмплах у меня много. Но желание купить себе что-то на размере у меня пока не возникало. Ровно вот до Аниме Либера так называется этот аромат. И если предыдущие ароматы были такими, ну, заявляющими о себе, обращающими на себя внимание, яркие, громкие, то это просто нежнятина. Это аромат пушистик во флаконе. Он классно подойдет на лето, и мне кажется, что он создан именно для тепла. И вначале он может показаться, ну, странненьким немножко, назовем это так. Я скажу прямо, как мне показалось. Он может показаться немножко странным, потому что в нем кислинка цитрусов, в нем есть какая-то небольшая зеленца, даже где-то чуть-чуть с пряным оттенком. Но потом, когда он начинает раскрываться и жить на коже, он становится более округлым. И он уходит вот именно в такую тонкую минеральную прохладную пудру с чайным оттенком. И в нем много этой свежести, несмотря на то, что он ирисовый, пудровый, мускус, да, здесь написано Iris and Mask. Но мускус только в базе, и он очень-очень тоже тонкий, чувственный, классно тоже собран, сделан аромат, тонкий. Тонкий, элегантный аромат. Больше все-таки он для меня аромат про свежесть, а потом он уже уходит в такую легкую кремовую, пудровую, уходовую сторону. Всем тем, кто любит подобное направление, можно на него обращать внимание. И он, как я уже сказала, он нежнятина во флаконе, он как облако будет сидеть. Это не будет стойкости весь день, шлейф на километр, нет, вообще нет. Это классный, универсальный, мне кажется, аромат на каждый день, на теплое время года. И еще хочу отметить, что несмотря на то, что он пудровый, ирисовый, потому что про многие ароматы я очень часто слышу, когда в них есть пудровость, когда в них заявлен ирис, что это ретро, что это пахнет старой бабушкой, но здесь вообще далеко не так, потому что вот эти минеральные, не металлические, именно минеральные ноты, они делают его современным, они делают его модным и стилевым. То есть нареканий у меня тоже к этому аромату нет. Вот второй парфюм от этого бренда, и он мне нравится. Вообще я хочу познакомиться со всеми ароматами бренда Chine Nero, но тоже я не могу сказать, что сильно известный бренд, сильно его везде, где встретишь. И вот Аниме Либера я заказывала уже на сайте Parfum Prestige. Кстати, на сайте Parfum Prestige есть Dolce Canto, тоже от Chine Nero, поэтому все те, кто хотел, на рандеву закончилось, в золотом яблоке закончилось, заказывайте на сайте Parfum Prestige. Мой промокод на скидку 25% его продлили, я его впущу на экране в этом ролике, и я его оставлю в описании под видео. Он будет распространяться практически на все, за исключением там пары ароматов бренда Richard. По-моему, белый шоколад и белый шоколад в экстракте. Короче, на все бренды, которые у них представлены на сайте, промокод он будет срабатывать. Конечно же, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Не уверена только про Triumph of Bacchus, потому что он очень редко где встретишь. На рандеву он был какое-то время назад, а сейчас его уже нет. В золотом яблоке его тоже нет, и в других сетевых магазинах, типа L'Etoile, Red Coche, он тоже не представлен. Вот так вот у меня на сегодня, вот такие вот три аромата. Пишите мне, мои дорогие, какие парфюмы в последнее время у вас вызывали такие же яркие, фееричные, бурные эмоции, как у меня, какие ароматы доставили вам огромное удовольствие. Есть ли в вашем парфюмерном шкафу ароматы, которые вы воспринимаете как праздник, праздничные, тоже напишите мне в комментариях, мне будет интересно почитать. Пишите, тестили или пробовали вы те парфюмы, которые фигурировали в моем сегодняшнем ролике. Ваше мнение, ваши впечатления. Пишите, чтобы вам было интересно видеть в дальнейших видео, в дальнейших подборках. Я помню про ароматы свежести, чистоты, как глоток свежего воздуха. Я в процессе, я, наверное, ну не наверное, я выпущу этот ролик ближе к теплу, ближе к лету, когда уже будет окончательный тепло, потому что у нас в последнее время у нас похолодание. У нас все было так радужно, прекрасно, было плюс 22, плюс 23 градуса, а вот сегодня плюс 3. Все ходят снова в шапках, все достали снова зимние теплые вещи. Не забывайте про активность, ставьте лайк, пишите комментарии. Это все влияет на развитие канала, на продвижение контента. Нажимайте кнопку колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходных новых видео. На этом у меня сегодня все. Большое вам всем спасибо, как всегда, за внимание. Всем пока и до новых встреч.